Он в этом преамбуле не дает. Кстати, Александр Федорович, хочу вам сообщить публично, ваш сотрудник не выполнил ваше протокольное поручение, никаких документов нам так и не предоставит. Можем подъединить. Да, такое бывает. Так вот, согласно преамбула, оно говорит, что согласно рекомендации рабочей группы, которая рассмотрела этот вопрос и рекомендует, у меня есть протокол заседания этой рабочей группы. В этом протоколе 13 человек, согласно этой рабочей группы, 13 человек. На заседании, которое рассматривало этот вопрос, явилось шестеро и за рекомендацию под этот тариф проголосовало трое. То есть три человека из 13 человек рабочей группы проголосовало за вынесение на исполком вопроса поднятия тарифа. Три из 13. Дальше, не знаю, подложили ли вам в выставках видео-цин, еще до анализа документов. Так вот, там в заключении, я не закончил. Так вот, там в заключении есть такой абзац. Сейчас я вам процитирую. У вас должно быть подложено под это заключение, под выставок. Так вот, управление цен в своем выставке, которое они еще в апреле месяце направили, управление транспорта, последний абзац, цитирую вам, что, враховываючи выше, выклады на одну полинку, фахивцами в виде уцинта ценовой политики управления ла-ла-ла, на данный час не может быть надано подтверждение экономической брутованности, разракованных предприятиям, тарифов на послу, без перевесов. То есть мы имеем, факт, я не говорю пока за самостоимость тарифа и за оптимальность транспортной системы. Я говорю за подготовку документов. Рабочая группа с 3-ка голосами за из 13 и выставка управления оценкой, которая говорит, что они не могут подтвердить экономическую целесообразность. И вот с этими документами, уважаемый Олег Анатольевич, Леонидович, не имеет значения, выносит этот вопрос на исполку. То есть это качество работы управления по транспорту. Мы с января месяца общаемся и с депутатской комиссией, и с Олегом Леонидовичем. И именно то, что общение с ними абсолютно не имеет никакого смысла, они не идут навстречу, они не предоставляют документы, они не внимают глаз в разум и как металлогики. Это привело к тому, что мы уже начали выходить к вам, Александр Фёдорович, на контакт. Но я так понимаю, все часами тоже не дало никакого резоната, вы даже не выслушали наши какие-то доводы. Поэтому мы вынуждены были прийти и высказывать их здесь. Можно я дополню только одну секунду, Александр Фёдорович, и попасть в рабочую группу, Олег Леонидович очень успешно водил нас за нос, урал, завирал, рассказывал сказки, и какие-то неизвестные никому люди, ну мы их не знаем, попали в группу, хотя мы с января этот вопрос поднимаем, возьмите нас в группу, мы не против повышения, покажите нам точные расчеты, мы сами проголосну, мы скажем, да, покажите нам точные расчеты. Александр Фёдорович, расчетов все двое месяца мы никаких абсолютно не увидели, ну кроме ту лазу, которую приносил им. Касательно рабочую группу и всего остального, если вы помните, Александр Фёдорович, в первом с вами встрече совместно с управлением транспорта Олег Анатольевич заявил, что, Леонидович, были проведены, а что ж такое, а что ж такое, а заявил, что были проведены общественные слушания, я правильно помню? Да, правильно помню. А можете вот сейчас просто с членом фейс-полком еще раз спросить у Олега Леонидовича, были ли проведены общественные слушания и где результаты? Где сам результат? Были проведены? Александр Фёдорович, были проведены. Так же, как собрали... Результаты общественных слушаний не подложены под проект документы? Это не требуется. Это не требуется. А зачем они будут проведены? Потому что требуется процедура. То есть, чтобы вы поняли, за две недели было три поручения мэра, одно из них протокольное. Управлению транспорта предоставить документы, в том числе результаты общественных слушаний. На данный момент никаких документов нам предоставлено не было. Смотрите, в чем нюанс, вот в чем манипуляция. Мы проходили все эти этапы, мы нормально, конструктивно со всеми общались, вы присутствовали. Мы просили данные. Когда перевозчики нам дали первые данные, я их просто взял и поставил в калькуляцию министерскую. Мы поставили эти данные, и вы помните, что эти данные показали, что у них есть рентабельность. И они сказали, а, извините, мы ошиблись, у нас другие данные. Мы начали пытаться выяснять, какие же на самом деле данные. Единственное предприятие, которое предоставило, это то, которое занимается 54 маршрутом. Они пришли и показали, да, действительно, вот здесь так и так. Мы сели, посчитали, они все предоставили, вопросом к ним нет. Там, по-моему, 5 с копейками что-то получилось. Возможно, там инфляционный момент возникли. Но тогда мы сказали, да, действительно, есть основания на какое-то количество поднять этот тариф. По остальным такого не было. То есть и сейчас, когда мы приходили на эти слушания, когда мэр тоже приглашал, и Манушевич уже был, то есть мы увидели какие-то цифры, нам не предоставили оснований к этим цифрам. И до последнего момента нас убеждали, что нужно считать, допустим, вот яркий пример. Маршрутки ездят на газу, но по ТТХ они были изначально по бензину. И нам говорили, не, ребята, мы не будем считать по газу, потому что будем считать по бензину. Не обманывайте. Нет, смотрите, это в последний момент, в последний момент только уже сдались и сказали, да, давайте действительно будем это делать. Ну, здесь есть господин Садыков, он присутствовал при всех этих прениях сначала. То есть, как бы, вас еще не было в этом процессе, вы только вернулись потом. Но эти вопросы уже стояли. И только в последний момент сказали, да, действительно, давайте пересчитаем по газу. И понимаете, вот эти вот действительно малипуляции на перстке, они проходят уже полгода.